И вот пункт первый, который здесь стоит, я его сегодня хочу начать с него и хочу озвучить какие-то понимания. Во-первых, я надеюсь, что все вообще не понимают, что в Шавей Цион у нас есть Бэмэд Хофеш, свобода в понимании вещей. И естественно, все, что мы скажем о Творце, знаете, есть такая молитва Кадиш, кто знает, слышал эту молитву Кадиш? Там написано, Творец, который превыше всех наших благословений, пониманий, превозношений, то есть все это недостойно его, мы должны понять это, но хоть как-то, хоть как-то, хоть как-то систематизировать какие-то вещи. Итак, первым пунктом, вот в этом желтом листке стоит такой текст. Бог существовал всегда. Он без начала и без конца властелин всего, проникающий своей волей и мудростью всюду. Он все во всем и не познаваем никаким сотворенным существом. Я хочу вот по этому пункту просто прочитать несколько мест Писания, чтобы они хоть как-то зафиксировались у нас. В следующий раз я в этот раз не успел. Попробую, чтобы эти места были выделены, мы просто раздадим, по крайней мере у вас будет возможность их перечитать. Но в Бытие написано в первой главе, и первый стих там написано в начале, и можете за мной попросить. Бог, небо, небеса и землю. То есть Он все сотворил. Был такой человек по имени Иов. И в 38 главе, Давид, можно высвечивать? Давид, Иов 38 глава 4 стиха. А? Что? Что там? А, сбой. Ну ладно, я пока читаю. Иов 38 глава 4 стиха. Такие слова написаны. «Где ты был, когда я полагал основание земли?» Бог говорит с Иовом. «Скажи, если знаешь, кто положил меру ей, если знаешь, или кто протягивал по ней вверх?» Измерительный прибор. «На чем утверждены основания ее?» «И кто положил краеугольный камень ее?» «При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости?» «Кто сотворил море вратами, когда она исторглась как бы из шрева?» «Когда я облака сделал одежду его, им глупили ноя его, и утвердил ему мое определение, поставил запор в рта». То есть, такой немножко пафосный, аллегорический язык звучит. Но он показывает, что творец над всем находится. И сказано. «Давал ли ты в жизни, когда приказание утру?» И указывал ли заре место ее? То есть, творец, стоящий над всем. И здесь немножко образами описывается картина. Исайя, 40 глава. Отлично. Исайя, 40 глава. С 25 стиха. Написано. «Кому же вы уподобите меня и с кем сравните?» Говорит святой. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их. Кто выводит воинство их счетом?» Он всех их называет по имени. «По множеству могущества и великой силы у него ничто не выбывает». Бог контролирует каждый миллимикрон, милличастицу. И многие из нас думают, где же ты, творец? Ой, что-то ты пропал на самом деле. Даже вот это наше состояние им контролируемое. Для чего? Чего-то он добивается. Какой-то пользы в нашем сердце. И 28 стих, и 27 говорит. «Как же говоришь ты, Яков, и высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа? И дело мое забыто у Бога моего». И пророк также отвечает. «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог сотворил концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разуми его не исследим». То есть Бог не познаваемый, но он проникает всю, все и везде. Царь Давид в 138-м псалме говорит такие слова, 4-го стиха. «Еще нет слова на языке моем. Ты, Господь, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня, полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня беденет твое, высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего, от лица твоего куда убегу? Зайду ли на небо, ты там. Сойду ли в преисподнюю, и ты там. Возьму ли крылья зари и переселюсь за край моря, и там ты. Бог везде. То есть для него не существует таких понятий, как время, расстояние. Он всеобъемлющ. И если бы я, может быть, попробовал бы хотя бы образно нарисовать вот тот мир, вселенную, в которой мы живем, вот как этот микрофон в моей руке, так Творец это все держит. Время, пространство, все это у него вот так. И он пронизывает это своим всеведением. Почему я говорю эти слова? Мы верим в них. Мы верим, что Бог пронизывает, знает наше сокровенное. Знаете, в послании к Колоссянам, первая глава, с 15 стиха, подобные слова говорят про Иешуа. И это, я надеюсь, ободряет каждого из нас. Про Иешуа Мессию написано. Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари. Ибо им создано все, что на небесах, что на земле. Видимое и невидимое, престол или господство, или начальство, или власть, или... Им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. Все им стоит. Бог и Господь наш, каким-то образом, участники всего вот этого вот мира, галактик, непознаваемых. Кто-то слышал, насколько ученые, наша великая, мощная наука изучила океаны? Кто-то слышал? В лучшем случае. На 2-3% изучено. То есть мы, которые, мы знаем почти ничего. И уважающие себя ученые говорят, что когда ты начинаешь действительно нырять в глубь науки, ты начинаешь понимать, что все твое знание, оно вообще ничтожно по сравнению со всем. Царь Давид говорит, как я дивно устроен за несколько тысячелетий. Медицина до сих пор не может объяснить так много процессов в нас происходящих. Но Тиморец все это созидал у нас. Великий, под его началом мы живем, непознаваемый, но любящий. Каким-то образом снисходящий к нам, сотворивший нас для себя. И одно из мест в книге «Исход», 34 глава «Исход», 7 стих говорит, «Сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях и детей до 3-4 рода». То есть есть суд, есть милость, они все в его руках, милость его превозносится над судом, но суд не вычеркнут. Все вещи существуют. Урок первый. Мы верим, что Бог существовал всегда. Он без начала и без конца, властелин всего, проникающий своей волей и мудростью всюду. Он во всем и не познаваем никаким сотворенным существом. Я предлагаю каждому из вас дома взять этот листок. Вот я назвал целый ряд мест, в следующий раз я вам дам их печатно. Но вы можете сами полистать Библию и дополнить еще хорошим десяткам или двумя десятками мест, которые говорят о непостижимости Творца. Это укрепит вашу веру. Это урок первый по этому листочку, так, чтобы немножко обновить в нас знание, во что мы веруем.